В эфире программа «Территория закона». Вот о чем расскажем сегодня. Убили пляжного сторожа. Подробности происшествия в Солочи. Решил заработать, продав больничный курсанту. Под суд пойдет терапевт из Академии ВСИН. Крупный пожар в Рязани на территории комбайнового завода произошло возгорание в цехе по производству жидкости для розжига. В свою смену пригласил друзей выпить. Застолье закончилась трагедией. Сторожа, охранявшего пляж в Солочи, убил собутыльник. 56-летний мужчина в свое дежурство пригласил двух друзей порыбачить и отдохнуть. Расположились в будке охраны. Примерно в 20 часов один из задыхающих уехал. Остальные стали играть в карты. В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. На бытовой почве они обменялись взаимными оскорблениями. В ходе чего один из указанных мужчин разозлился. И имевшимся при себе ножом, который он носит с собой всегда, нанес однократный удар в область груди второму мужчину. От полученного удара сторож упал на пол, но еще подавал признаки жизни. Тогда собутыльник вынес его на улицу, где нанес еще два удара. Потом понял, что сделал и решил отвезти собутыльника в больницу. Но проехать удалось всего несколько метров. Когда машина заглохла, он решил скрыться с места преступления. Мужчина вышел из указанного автомобиля, выкинул ключи в сторону, а также выкинул принадлежащий ему нож, которым он наносил телесные повреждения потерпевшему. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. Труп потерпевшего был обнаружен утром. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили орудие убийства. Выяснили, что произошло. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Решил заработать, продав в больничный. Попался на взятки терапевт Академии ФСИН. К нему обратился курсант, который хотел прогулять занятия с просьбой оформить лист нетрудоспособности. Врач-терапевт курсанту не отказал. Однако оказалось, что за больничный придется заплатить. Свои услуги врач оценил в 2000 рублей. Деньги были переданы, как сообщили в прислужбе регионального следственного комитета. Используя свое служебное положение, врач внес в медицинскую карту амбулаторного больного ложные данные, свидетельствующие об освобождении от служебных обязанностей. Врача задержали. Его обвиняют в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным прокурором района обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. В Рязани прошли учения. Антитеррористическую тренировку провели для проверки обеспечения безопасности на праздниках в августе. На ней отработали проведение контртеррористической операции в гостинице. В учениях задействовали силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и администрации Рязани. Пожар в церкви по производству жидкости для розжига произошел в Рязани. Цех находится на территории бывшего комбайнового завода. В здании частично обрушилась кровля и стены. Пострадало оборудование. Площадь пожара на комбайновом заводе достигла 500 квадратных метров. Этому пожару присвоен повышенный номер сложности. Дым от него был виден из разных районов города. Видел в районе 10 дней. То есть уже черный дым полыхал. Сирены даже слышны везде. По предварительной информации МЧС России по Рязанской области, утром 30 июля на комбайновом заводе загорелся один из цехов, где производят или фасуют жидкость для розжига. К месту пожара по повышенному рангу убыли подразделения Рязанского пожарно-спасательного гарнизона. В 1 часа в 9 минут пожар был локализован на площадь 500 квадратных метров. На месте работает 51 человек личного состава, государство по противопожарной службы и 17 пожарных автомобилей. По информации МЧС России по Рязанской области, работники завода во время пожара были эвакуированы. Никто не пострадал. Ликвидировано открытое горение в 13.56. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанском ОМВД рассказали о состоянии полицейских, пострадавших в ДТП в Дагестане. Напомню, служебный КАМАЗ опрогинулся в кювет после того, как у него взорвалось переднее правое колесо. ДТП в Северокавказском регионе с участием сотрудников МВД происходит крайне редко, говорит начальник медико-санитарной части МВД России по Рязанской области. А такое количество пострадавших впервые. Из 13 человек, которых перевозил служебный КАМАЗ, 8 получили травмы. Все они прикомандированные рязанские сотрудники. У троих травмы легкой степени тяжести. Они находятся в военном госпитале в Грозном. В ближайшее время их выпишут. Трое сотрудников получили травмы средней степени тяжести, перелом ребер, позвоночника, сотрясение мозга. Первичная медицинская помощь им была оказана в военном госпитале в городе Грозный. И как только позволило состояние, были переправлены спецбортом Росгвардии в сопровождении врачей-специалистов в главном клиническом госпитале МВД в городе Москву. 29 июля их навестил Андрей Пыка и заместитель начальника МВД Алексей Ребров. Они убедились в высоком качестве оказания медицинской помощи и пообщались с руководством больницы о дальнейшей тактике лечения. Еще двоих сотрудников не стали перевозить в московскую больницу. Состояние характеризуется как тяжелое. В настоящий момент двое сотрудников находятся в городе Махачкала, Дагестан, в республиканской больнице. Состояние одного из них расценивается как тяжелое, другого как крайне тяжелое, но стабильное. Тяжесть состояния определяется характером полученных травм, повреждением костей черепа, множественными переломами конечностей. В условиях республиканской больницы в Дагестане врачи выполнили ряд хирургических вмешательств и стабилизировали состояние сотрудников полиции. В настоящий момент туда прибыли специалисты главного клинического госпиталя, которые решат, можно ли перевезти пациентов. Напомним, авария произошла из-за того, что взорвалось переднее колесо на служебном КАМАЗе. Машина опрокинулась в кювет. Такие травмы сотрудники получили потому, что сам корпус КАМАЗа бронированный. На всех этапах оказания медицинской помощи всем пострадавшим были проведены необходимые мероприятия в полном объеме. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Сараевском районе на территории Мажарского сельского поселения участились случаи заражения людей клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом. Чтобы территорию обработали от клещей, понадобилось вмешательство прокуратуры. В прокуратуру обратился житель села Мажары Сараевского района. В 2017 году клещ укусил его дочь. Как выяснилось, он является энцефалитным. Анализы, проведенные в Москве, подтвердили, в крови ребенка есть акарицидные тела. Второе несчастье в семье случилось в 2018. Была укушена жена его, то есть, соответственно, мама этой девочки. Также клещ был сдан на анализ в Сараевском ЦРБ. Клещ является, соответственно, тела акарицидные, то есть клещ является энцефалитным. Также в Москве уже по прибытию была сдана кровь ей же. Имеется факт установления тел в ее крови. После его обращения в прокуратуру было установлено, что главой Мажарского сельского поселения нарушены требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Там не разработаны и не утверждены планы по акарицидной обработке территорий наиболее посещаемых населением. Кроме того, также не разработано решение и постановление о установлении этих мест с массовым пребыванием населения. В этой связи прокуратурой Сараевского района внесено представление главе Мажарского сельского поселения, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящий момент главой Мажарского сельского поселения предприняты меры для заключения договора по акарицидной обработке мест с массовым пребыванием населения. Отправился в колонию общего режима за хранение наркотиков. 22-летний житель Клепиковского района приобрел их для собственного употребления и хранил в кармане куртки. Молодой человек в Рязани купил наркотики через интернет. Часть гашиша он успел употребить, остальное хранил в кармане куртки. Полицейские остановили его и обнаружили полимерный пакет с дозой 5,22 грамма. Приговором Клепиковского района суда Рязанской области от 9 июля 2019 года данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Такой срок молодой человек получил не случайно к своим 22 годам. Он уже был дважды судим за аналогичные преступления. Далее рубрика «Комментарии эксперта». Тема этого выпуска – налоговая задолженность. Наша съемочная группа побывала в управлении налоговой службы по Рязанской области. Алла Александровна, какие последствия грозят налогоплательщику за неуплату налогов и как себя от этого можно обезопасить? Хороший вопрос. Действительно, незаконное уклонение физических лиц от уплаты налогов влечет за собой очень серьезные последствия. А именно, это начисление пеней за каждый календарный день просрочки платежа, это применение мер принудительного взыскания задолженности за счет имущества должника, а также применение таких мер, как ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации, либо арест имущества в тех случаях, в которых предусмотрено законодательство. Причем в качестве имущества может выступать не только транспортные средства, скажем, да, или там квартира, то есть недвижимость, также могут выступать и денежные средства, находящиеся на счетах, на расчетных счетах налогоплательщиков. Как обезопасить? Здесь единственный есть ответ – это, конечно, вовремя платить налоги. Не всегда у налогоплательщика есть время и возможность лично посетить налоговую службу. Где-то еще может он получить информацию его интересующую? Это очень легко сделать, используя наш интерактивный сервис – личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Он доступен на официальном сайте налоговой службы налог.ру и действительно позволяет полностью контролировать свое состояние расчета с бюджета. И, естественно, есть возможность здесь же сразу и оплатить не только задолженность, но и текущее начисление в режиме онлайн, используя мобильные различные программы банков-партнеров, с которыми заключено соглашение у Федеральной налоговой службы. Можно посетить налоговую инспекцию лично, можно обратиться в любое отделение МФЦ. Очень многие пользуются еще и порталом государственных услуг. Там также можно увидеть задолженность и ее оплатить в режиме онлайн. И, конечно, всегда есть возможность обратиться через сайт, не выходя так же из дома, с помощью нашего сервиса обратиться в ФНС России. Да, личный кабинет – это действительно очень удобный инструмент. А может быть, есть еще какие-то сервисы для бесконтактного взаимодействия? На сайте налог.ру налогоплательщики могут увидеть более 50 различных сервисов и огромный массив информации. Для различных, причем групп налогоплательщиков – это не только физические лица. Для юридических лиц также есть и личный кабинет в линейке вот этих сервисов. Это личный кабинет налогоплательщика юридического лица. Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться своим кабинетом, личный кабинет индивидуального предпринимателя. Что необходимо сделать человеку, если ему до сих пор приходит транспортный налог на уже проданный автомобиль? Как правило, вот такие ситуации связаны с теми налогоплательщиками, которые приобретали новый автомобиль по программе трейды. Но мы не должны забывать, что в этой ситуации автосалон, формально являясь приобретателем автомобиля, тем не менее на себя его не регистрируют. И до момента продажи новому собственнику этот автомобиль числится на регистрационном учете в органах ГИБДД за старым владельцем. Мы рекомендуем, собственно, не дожидаясь каких-то уже негативных последствий, по истечении 10 дней с момента заключения договора по программе трейды самостоятельно обратиться в подразделение ГИБДД и снять старый автомобиль с учета. Спасибо вам, Алла Александровна. Я думаю, что эта информация будет очень полезна нашим зрителям. В заключении выпуска о важной дате на этой неделе легендарному подразделению «Альфа» исполнилось 45 лет. Наша съемочная группа встретилась с ветераном органов государственной безопасности Владимиром Глебовым, чтобы вспомнить о том, как работали бойцы этого секретного подразделения. Стоит отметить, что узнать служит ли сейчас в нем резанцы невозможно. Эти данные являются секретными. Владимир Глебов, начиная с 1971 года и до выхода на заслуженный отдых, прослужил в КГБ. В 1975 году, когда была создана легендарная группа «Альфа», его отправили на курсы. Изучали иностранный язык, радиодело, взрывную подготовку, учились преодолевать любые маршруты. За основу был взят опыт специальных подразделений, воевавших в Великой Отечественной. Никто тогда не объяснял, для чего нужна эта подготовка. После нее, сдав испытания, Владимир вернулся в Рязань на службу. Знания пригодились через 4 года. В октябре 1979 года позвонили, сказали собрать вещи и отправили в Москву. Оттуда самолетом в Афганистан. Мы группами по 2-3 человека ходили по городу. Город Кабул довольно-таки большой город. Наносили на карту различные объекты, охрану, количество, пути подхода, отхода и все прочее. То есть, не зная, в принципе, что нам предстоит делать, но догадывались о том, что, значит, что-то предстоит серьезное. Сотрудников разместили в отдельном доме, по городу передвигались в Гражданском. Движения в Кабуле начались в декабре. Начали прилетать самолеты, антель. На аэродроме не глуша моторы. Высаживали людей и боевую технику и улетали. Началась подготовка к штурму дворца Амином. Перед этим как раз прилетели вот коллеги группы «Гром». Их было порядка 20-25 человек. Значит, мы с ними не знакомились. Их просто разместили на короткое время с нами вместе. Они были очень хорошо экипированы. У них было оружие в таких чехлах, которые мы не видели. Владимиру Глебову и его коллегам вместе с двумя отделениями воинов-десантников поставили свою задачу в Министерстве связи, центральном телеграфии и почте нейтрализовать охрану и обосноваться на этих объектах. С бойцами «Грома» он встретился позже. На дворце, конечно, проходило все сверхсложно, с человеческими жертвами, потому что предусмотреть, что могло произойти и спланировать так, чтобы все прошло без сучка, без задоринок, это было невозможно в той обстановке. Бойцы «Грома» вот этой группы «Альфа», у которых несколько человек погибли во время штурма дворца. Уже в январе 1980-го Владимир Глебов приехал в Рязань, а в 1981-м снова отправился в Афганистан. Два года прослужил там военным советником, награжден медалями за отвагу и боевые заслуги, афганским орденом звезды. Он всю жизнь проработал в КГБ, на пенсию шел в звание подполковника. Фотографии, сделанные в тех командировках, теперь хранятся в Музее регионального управления. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это была программа «Территория закона». Увидимся через неделю. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова